Сегодня все чаще в обществе идет обсуждение, насколько полезен спорт в юном возрасте и какие преимущества обретает ребенок, занимаясь целенаправленной подготовкой. Благо, спортивных секций достаточно, выбор у родителей есть. И медики, и ученые сходятся во мнении, активная физическая нагрузка укрепляет здоровье малыша, делая его более выносливым и сильным. Однако многое в этом вопросе зависит от грамотно спланированной подготовки, сочетающей нагрузку на разные группы мышц. И в этом есть своя закономерность, уверены представители областного диспансера спортивной медицины и ученые Полесского государственного университета, реализующие важный инновационный здоровье-сберегающий проект. Залог спортивной успешности – это именно функциональная гармония, то есть они делают упор на координацию. То есть они считают, что до начала спортивной карьеры человек должен максимально обладать широким спектром навыков спортивных. Вот это и залог профилактики травмы. Если так говорить, мы сегодня на основании вот этих биохимических критерий, которые мы выделили, пытаемся сотрудничать с педагогами. Выработайте нечто, что поможет группе риска и безболезненно заниматься в спортивной секции и не получить спортивную травму в последующем. Последствия неравномерной нагрузки и развития мышц можно наблюдать в разном возрасте. Комплексную реабилитацию на базе диспансера проходят и дети, и взрослые. Причем последние, как правило, после нерационального тренировочного процесса. Конечно, шансы на восстановление мышечного корсета есть, однако о полном выздоровлении уже говорить не придется. У меня очень много приходит людей с разрывами мышц. Ко мне когда? Когда зимний сезон проходит, все хотят подготовиться к лету, сбросить килограммы, считая, что они ведут здоровый образ жизни, идут в фитнес-зал. И вот они приходят в фитнес-зал, и разрывы мышцы связок гарантированы у них. Почему? Потому что быстрее всего к нагрузке адаптируется сердце, потом психика. А вот кость и связка нужно очень длительное время, чтобы адаптировать к физической нагрузке. Почему существует педагогическая программа в спортивной школе? Сначала начальная подготовка, потом учебно-тренировочная группа. То есть иногда кость и мышца к нагрузке 5 лет адаптируются. То есть вот эти вот краткосрочные фитнес-программы, но сегодня я не могу сказать, что это здоровый образ жизни. Сегодня медики и ученые радуют за подготовку, которая даст не только результат, но и позволит сохранить здоровье юного спортсмена на долгие годы. Если на тренировках у ребенка нет возможности развивать все группы мышц, то хорошим подспорьем могут стать дополнительные занятия. Например, ЛФК. В первую очередь для укрепления мышц спины. Сколиоз по-прежнему остается одной из самых насущных проблем молодежи. Это больше спина, пресс и боковые мышцы. Это самые главные мышцы, которые укрепляют мышечный корсет. Навык правильной осаночки мы тренируем, чтобы ребенок правильно ходил, держал спинку ровно, голову держал правильно, прямо, плечи расправлены, грудь вперед. Ну, осаночка, когда правильно, и мышца тренируется, даже непроизвольно, когда ходим мы прямо. А если мы еще поддерживаем тренировку этой физической, значит мышцы будут в должной форме. Через комплексные исследования за время проведения научного эксперимента прошли десятки молодых спортсменов, развивающих навыки в определенных видах спорта. В ближайшее время представители областного диспансера спортивной медицины и Полесского государственного университета подведут итоги исследовательской работы, результаты которой должны качественно отразиться на подготовке будущих обладателей высших спортивных достижений.